МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира новина Витебской области у студии Наталья Байнарович. Витаю вас. На первые дни массовой сяубы в Оршанском районе прошел областный семинар учебы по пытаниях подрыхтуки до весенних полевых работ. У семинара приняли удел керавники управления по сельской господарции райвы Конкама, якие курируют срасленоводством. Простовники машинобудовнических предприемств организовали выставу-презентацию сучастной сельско-господаршей техники. Основный блок пытанию был присвечен проблемам подрыхтуки до полевых работ, технологиям вырошивания сельско-господарших культур, с обеспечиванием минеральными туками, сродками обороны рослин и иншим актуальным темам. Стоит следующая задача. Мы должны в кратчайшие сроки преодолеть негативные технологические нарушения, решить эти проблемы, увеличить объем товарной продукции в растеневодстве. Следовательно, как результат, мы увеличим объем товарной продукции в животноводстве и получим увеличение выручки денежной. То, чего нам крайне недостаточно. Больше подробностей об работе семинара и задачах, которые поставлены перед аграрами, у наступных выпусках новин. Будовничество жилья с дяжпатрымкой у Витебской области все лето будет вестись в основном у районных центрах. В регионе заплановано побудовать 130 тысяч квадратных метров жилья. Полова для тех, кто стоит на улику и мает право на бюджетную подрымку. В Лепельске мраевыконками на Чарзе на отримании жилья стоят 1400 человек. Зихамаль 200 относится до льготной категории грамадян. Все лето плануется побудовать два домы. Столько ж было уведено и в минулом году. Новоселы отримали ключи от 140 квартир. Амаль 80% из них были побудованы под дяжзаказы для военнослужащих. В текущем году мы уже ведем строительство 60-квартирного дома. И закладываем новый дом 80-квартирный. То же самое, не менее 140 квартир, как и в прошлом году. В текущем году, 31 декабря, будет ввод последнего дома. Поэтому на перспективу мы проектируем еще три дома 40-квартирных. То же самое, квартир не меньше, но и в других местах в городе. И будем это продолжать. Закладка парка у гонор 70-х годов Великой Перамоги. Створение в Витебску велодорожек и масштабное святкование Дня молодца на Славянском базаре в Витебску. Такие пропонованы на своим пешем посажении одразу огучили юные парламентары Витебска. Рашение створить молодцевый парламент, как органу взаимодействия Улада с юнаками и девчатами, было принято по часу съезда Белорусского республиканского союза молодца. Выборы юных парламентария прошли во всех школах и гимназиях Витебска. И вот городская палата у першиню собралась разом. Какими инициативами живет новое поколение, доведался наш корреспондент Войгар Шмаргун. Его выбрали большестью голосов с девяти претендентов. Десятиклассник Улад Плиска в молодцевом парламенте Витебска представляет гимназию номер один. И он постоянно в лику перших, займается спортом, играя в школьном театре и профессийно танцуя. Але не это стало в изначальном. Лидерские якости Улада не дозволяют Яму заставаться у Баку от любых цикавых инициатив. Влад настоящий лидер, который обладает организаторскими качествами. Он является организатором и инициатором многих гимназических проектов. Он очень внимательный, очень добрый и отзывчивый человек. Поэтому ребята и доверили ему такое ответственное дело. Такую важную и отказную миссию парламентария хлопецу спрымает с дорослой серьезностью. Проблемы своих одногодков у Латвии дает добра. Я не отдаюць перевагу интернету и компьютеру, а сябровство и живый диалог ады ходят на другий план. Там у школьников необходимо объеднать и затекавить. У тымлику для этого избираются парламентарии. Главная цель этой молодежной палаты – это принести новые идеи, новый проект, то, что интересно самой молодежи, и реализовать, завлечь людей, вытащить их из дома. Потому что сейчас очень сложно как-то заинтересовать современную молодежь. Но я думаю, это будет основная цель работы молодежной палаты. Этот день у Ладу, как и еще 46-ти школьникам города, запомниться надолго. По сведению депутата у палаты, они отримали с рук наместника старшини Гарва Конкама. До речи, у Лада готовая сопрацовничать с молодзю и, как минимум, прослуховываться до их пропанул. Это выявление новых лидеров, продвижение инициатив, чтобы молодежь все-таки была у нас вместе с исполнительной властью и решали какие-то определенные вопросы, не только социальные, у нас в своем регионе. Постоянные комиссии, они созвучны с комиссиями Витебского городского совета депутатов. Это будет комиссия по вопросам экологии и развития волонтерства. Это будет комиссия, связанная с образованием профориентации школьников. Естественно, это комиссия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и профилактике правонарушений. Это комиссия и культурно-досуговая. В складе молодежной палаты Витебска Амаль Пароуну – хлопчиков и девчат. Все они в учених 9-10 классов. В ближайшие два года этим юнакам и девчатам доведятся отчуть на себе всю отказность принять те важные решения. И они смогут зарабить особистый уклад в життедейность региону. Вольха Шмаргун, Леонид Табола, Новины, Витебск. Протягиваем выпуск. 100-годовый юбилей, значит, уже хор везки Маргавица Докшинского района Семен Паулович Ставер. Удельник великой чины войны, наставник по профессии, юны зараз своей энергией и любовью для життя смело дасть фору молодым. Соправданным життям любимым и цікавым человеком сустрелася Инна Кириенкова. Рупливый и жвавый Семен Паулович не спешается расписаться у своей бездопоможности. И он все привык работать сам. И не хочет быть тяжким беремем для своего сына Паула, який опекает батьку. Тяжко стала рухаться, виной тому аскепки, який заселил в ногах с войны. Не вельми любит юбиляр вспоминать той час. Воевать ему довелось и в складе партизанского отрада. Вы упали руком. За подрывную деятельность на Чигунце удостоены ордена Червоной Зорки. Я счастливый, очень счастливый. Почему-то чувствовал, что меня обойдет пуля. И она обходила. После войны он попробовал себя в роли помощника старшины Абаллы Канкама, але долго не працавал. Застався верным своему наставницкому призванню и вернулся на малую родину. И женка Галина Рыгоровна, якой не стала год тому, так сама была наставницей. Жена у меня заслуженная учительница была. Жили трудновато. Ну, работали, 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 работали. Я два месяца всегда качать шел. Главное, привыкли эти мужики наши. Говорят, если ставер не пойдет, и мы не пойдем. Ну, что, и пошел, и пошел. Працавитесь, любовь до женки и детей, повага до людей и оптимистичный погляд на жизнь. Миновита в этом секрет его довголеття. Не пил, не курил, работал, трудился. Вот это тоже помогло. Семен Павлович гонорит со своим родом. У его 18 внуков и правнуков. Зараз Яны клопотятся про дорогого им человека. Инна Кириенкова, Александр Приставка, Новины, Докшицкий район. А зараз одним ротком про инши Новины региону. Створенный областный штаб по подрихтовцереконструкции мемориального комплексу «Прарыв». Работы будут финансоваться с областного бюджету. Так само во ушачах открытый и доброчинный рахунок по сбору сродков на реконструкцию. Выстава скарбы земли Витебска открылась у областным краезнавчим музея. У ее, в выгляде скарба, представлена нумизматичная коллекция музея, самая буйная у Беларуси. Витебские мытники спынили спробу незаконного перемещения в Россию четырех тонн рыбных консервов, на яких отсутничал ветеринарный сертификат. Товар по передним кошкам 93 миллионы рублей затриманным проводится проверка. Пешая хвяра выпаливания сухой рослинности. В Талачинском районе по этой причине загинула пенсионерка. Областное управление МНС занепокоено пожаро-небеспечной обстановкой. Только за последние дни на боротьбу с палающей травой пожарные выезжали больше за сотню разов. В восьмих выпадках стихия перекидывалась на побудовы. Палающий сезон у репортажа Виктора Правича. Иван Ворнов уже який год запорчекая на дыхание ранней весны за стерогой. В осеселите сухое надворье вымусила его держать оборону своего дома от вогненной стихии. Пенсионер авторство такой картины приписывает невядомым. Приехала машина, вот так вот, тут была. Загорелась мы тут, приехали сюда, она горит тут. Вот тут вот костер горел. А там густая трава, вот такая трава. Они живко поехали. Я говорю, что вы делаете, за что мы тут запалили, я говорю. Выпаливание травы и сметя кожную весну становится проблемой номер один для ротовников. Громадяне, выбравши на простейший шлях снищения сухостою, не редко гребут с правилами пожарной биоспеки. У большинства случаев все заканчивается сумно. Граждане должны в первую очередь по осени убрать свои приусадебные участки, сгрести листья и сделать компостные ямы. Либо вывести вообще с территории. Что же касается разведения костров, то горение должно быть обязательно контролируемым. И разводить костры разрешается только в том случае, если нет ветра, и расстояние должно быть от здания сооружений не менее 10 метров. Согласно статье 1557 Кодекс Республики Беларусь об административных нарушениях, за выжигание сухой растительности, а также непринятие мер по ликвидации полов, налагается штраф от 10 до 40 базовых величин. За разведение костров в неустановленных местах до 12 базовых величин. А это как раз яркий приклад, что можно чекать, сдавалось от бескрылдного выпаливания травы. Зараз правооховники высветляют, кто виновник этой ситуации. По Гульве дома одно. Дачный участок этой женщине вырытывали неравнодушные соседи. Такая профилактичная работа МНС теперь стала штуденной. Специалисты ротовальной службы запылнивают, тут так с хворобой, левш попередить. Совместно с представителями местной исполнительной власти, это сельскими исполнительными комитетами, со старейшими населенных пунктов, проводится обход дворовой, обучается население мерам пожарной безопасности, проводится инструктаж. До того, что напереды дни весенних каникул пожарные настойливо расят нагадать детям правила пожарной безопасности, свободство за огнем, особенно сухое надворье, может не только озвучить каникулы, но и привести до трагедии. Виктор Пралешки, Рыл Кайсберг, Новины, Витебский район. Как не коль рано, уже 20-го соковика в Витебску стартует продаж билетов на концерты 24-го международного фестиваля Мастаста у Славянский базара в Витебску. Все лето форум пройдет с 9 по 13 липени. У продаж поколь поступят билеты на 10 шоу. Это сольники популярных выканавцов, а так само концерты, открытия и закрытия фестивалю. Першие три дни квитки можно будет набыть только в кассах Витебска. И уже после, в любой крупции в свету, празд-интернет. На головной сценичной плясовце фестивалю в летнем амфитеатре отбудутся 18 концертов. В Витебске чекают Рыгора Лепса, Алену Ваенгу, Ирину Аллегрову, Валерия Меладзе, группу B2. Другий этап реализации билетов начнется в середине красавика. Тогда у продаж поступят билеты уже на усе, без выключения проекта фестивалю. Этот опыт работы и то, что мы стараемся разделить на несколько этапов, позволит избежать какого-то ажиотажа через день, я думаю, спокойно все смогут приобрести то, что они хотят. А выпуск новин на этом завершенный. Я с вами развитываюсь весеннего настроя и добрых новин. Витебске У ближайшие сутки по области чекается маловоблачное надворье, без опадку. Ветер у сходни 2,7 метра за секунду. Температура по ветру ночью 0, минус 5, днем плюс 8, плюс 13. У Витебску так само будет маловоблачное, без опадку. Температура по ветру ночью минус 2, минус 4, днем от 10 до 12 градусов за знаком плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова